Координационный совет организации профсоюзов Белгорода провел очередное отчетно-выборное собрание. Совет был создан как связующее звено между местной властью, работодателями и трудящимися. Главный инструмент совета – трехсторонний коллективный договор, который есть во всех организациях и предприятиях, где работают профсоюзы. С помощью этих договоров профсоюзные лидеры борются за повышение качества жизни работающих белгородцев, в первую очередь за повышение заработной платы и гарантированную социальную стабильность. В поле зрения профсоюзов также охрана труда, укрепление здоровья жителей города, забота о детях. Главная стратегическая задача – создание солидарного общества. Так много не хватает сегодня доброты у людей, понимания, терпимости друг к другу. Вот если мы будем все вместе, все вместе, не смотреть друг в друга в глаза, смотреть в одну сторону, вот это и будет солидарное общество. Когда мы будем добросовестно работать, власть будет выполнять свои обязательства, профсоюз свои обязательства, работодатель свои обязательства. Тут все вместе мы будем строить солидарное общество. В настоящее время в профсоюзных организациях состоят более 100 тысяч белгородцев. Однако не на всех предприятиях есть профсоюзная ячейка. В большей степени это касается представителей среднего и малого бизнеса. Устранение этих пробелов также входит в первоочередные задачи Координационного совета. Как и пропаганда простой мысли, членство профсоюзе – это социальная защищенность. Для мотивации профсоюзного движения на собрании было высказано предложение – не включать в областную аллею трудовой славы те коллективы, где нет профсоюзной организации. В целом же работа Координационного совета за последние три года была признана удовлетворительной, а полномочия его председателя Любови Киреевой продлены. Координационного совета за последние три года.